Наращивание делаю исключительно в одном месте уже практически полгода, называется Вау Волосы. Скоро поеду на коррекцию, именно 11 числа. Обязательно выложу в сторис как минимум, а может быть и пост. Цвет волос, длина круто. Спасибо большое. Всем приветик. Нет, у меня не винир, у меня свои зубы. Очень часто меня обвиняют в том, что я лгунья, но я не лгунья. Просто так повезло. Просто вовремя отбеливаю и отбеливаю в нужных местах, там где зубки не портят. Эфир от Калисовиченко, значит куда-то едет стабильно. Да, абсолютно. Причем едет на такси, потому что в метро, если бы я ехала, у меня не получилось выйти. С вами эфир. Замучили себя зубами. Не, ну когда говорят, что виниры такие, что аж эффект речи начался, это уже смешно. Я в принципе мало на что злюсь. Очень красиво. Любите тебя, спасибо большое. Украина, Киев, привет. Катя очень красивая, ничего себе больше не меняет. А я уже устала, знаете, не буду. Как приятно тебя смотреть. Привет, спасибо за добрые слова. Посоветуйте хорошего хирурга, который удаляет комки Биша. На самом деле комки Биша это очень простая операция. Ее могут сделать практически все, даже стоматологи некоторые удаляют. Вы сильно не бойтесь. Милашка, спасибо большое. Ура, эфирчик, привет, мои хорошие. Сейчас я немножко поздно включилась. Осталось немного времени ехать. Сегодня будем снимать шубки, в частности, эту. У тебя зубы лучше, чем у Варвиной. У Варвиной виниры, насколько я знаю. Очень странно, что вы меня с Варвиной решили сравнить. Обязательно сохраню эфир. Мистер Ворон в офисе, у него дела сегодня важные. Он ехал очень рано. Ты богиня, спасибо большое. Ты правда хочешь дочку? Ну, если бы мне предоставилось родить ребенка в ближайшее время, ну или не в ближайшее, я бы хотела девочку, конечно, дочку. Вот. А что, это очень удивляет вас? У меня, вон, смотрите, племянников, богатырей, целая куча, поэтому можно, как говорится, и поразнообразничать. Есть молодой человек. Так, Одесса, мои сладенькие, привет, как у вас там дела? Какой у тебя телефон? У меня iPhone 8 Plus. Вот. Пока что менять я его не намерена. Очень нравится мне большой экран. Мистер Ворон хорошо поживает. Я уже ответила вам на работе, что на губах какая помада? А, просто карандаш. Просто карандаш матовый. Я помадки не очень люблю, потому что они более жирные текстуры и могут смазываться. Какой тон волос у тебя писала в директ, не отвечаешь. Девочки, не пишите, пожалуйста, мне в директ по поводу тона волос, какую кофточку надеть. Я не отвечу вам, потому что это просто спам. Спам. И поймите, что у меня тоже есть свои дела. И, ну, такую консультацию по... Если мне пишут, посоветуйте хирурга или что-то там такое случилось, я не останусь равнодушной. Но когда бытовые вопросы уже, знаете, я, честно, без обид, я на такое не отвечаю. По рекламе, да. Проверяю весь директ и, соответственно, сотрудничество у меня на первом месте. Так что, пишите мне в директ. Будем сотрудничать. Как делаешь бриллиантики? Уже много раз говорила. Вам нужно подписаться на певицу Риану. У нее инстаграм называется BadGirlRiri. И у вас появятся такие камушки. Как твой племяш. Вы знаете, я вчера поехала в гости, где крестили примерно ровесницу Багратика. Маленькую, крохотную принцессу. И я поняла, насколько Баграт крупный, богатый. В сравнении с... Насколько, получается, им чуть больше месяца детишкам. Там у девочки ручки, крохотулечки. Такие вот маленькие. У Багратика такие весомые кулачки. Иркутск с вами. Привет, хорошего дня тебе. Спасибо большое. И вам всем тоже хорошего дня. Так, много наела за праздники. Ну, как у всех, наверное, есть... Знаете, то ли беременность, то ли оливье, непонятно. Почему такая красивая не замуж? Ребята, я недавно развелась. И напомню, что я год в отношениях. Поэтому не чувствую себя ущемленной, как говорится. Но были периоды в моей жизни, когда вроде бы ты эффектный, вроде бы ты красивый, но ты ни с кем. Понимаете? Потому что... Ну, с кем попала я никогда не могла быть. Так вот. Какой телефон купить нужен совет? Если вы любите андроиды, покупайте, естественно, андроид. Там интерфейс разный. Если вы любите айфоны, я бы не стала вам рекомендовать последнюю модель. Потому что у меня, например, нет гонки. И они слишком стеклянные. Для тех, кто криворукий, вообще не рекомендую брать последнюю модель айфона. Стоит недешево. Поэтому... Ну, в общем, смотрите. Леночка, здравствуйте, моя дорогая. У меня рост 162 сантиметра. Макияж сама делала, конечно. Что вы думаете? Стилистов целую кучу позвала домой. Проще самой, если честно. А то они пока приедут, пока намажут стабильно час. Всем привет, кто присоединился. Рада вас видеть. Катя делала ли ты пилинг средний химический? Как подходила? Вы знаете, я делала пилинги очень-очень давно. И еще на проекте когда была, еще там скрины делали, что у меня кожа слазит. Это неприятно. Я делала глубокий пилинг. Действительно облучилась. Я помню, вот здесь вот прям куски кожи. Дебильно было. Лейлочка, привет. Шуба огонь, спасибо большое. Да, я таскаю снять. Не могу, благо мороза на улице. Я, как говорится, нарядилась. Так, что у нас тут еще? Варвина и Бушина поругались. Ребят, откуда мне знать? Я же с ними не живу. Так, конечно, дочку. Она же феминистка. Не знаю, откуда вы это взяли. Я не феминистка. Я уважаю мужчин. Как вчера прошли Кристины? Ну как, весело. Детишки орали. Ну как всегда, да. Я бы тоже дочку хотела. Как Новый год отметили. Нормально. Как называется цвет волос? Шоколадный. Слышала о том, что Фросс сказала, что полпериметра больные, серьезные заболевания. Если честно, я сегодня тоже прочла этот пост. Невольно на него наткнулась. Не знаю, что у них там происходит. Мне искренне жаль, ребят. Но мораль сей басни такова, что не нужно спать с кем попало. Уже кто пришел с какими диагнозами, это уж дело каждого. И ты перед тем, как с кем-то спать, сам потребуй справку. Если тебе справку не дали, значит, и, как говорится, волшебства не будет. То, что они, что думают, что проект им должен просить и трусы продезинфицировать. Ну, это перекладывать свою ответственность на другого. Как-то так. Ну, после этого поста у меня стало страшно, конечно, за тех, кто там. Ну, как говорится, сказала Фрост, которую все обвиняют в том, что она эскортница. Знаете, ну, мне рассказывали девочки из одного очень клевого бутика одежды, что Фрост, там какую-то девчонку другую из дома 2, увидела, что та сделает рекламу для этого магазина, начала въезжать. Фу, я с этой эскортницей на одном, типа, в одной ленте не буду. Ну, а ты кто? Что на своих-то орешь? Не понимаю, если честно. Это вот самая низкая степень поведения. Своих, как говорится, не полей, если что. Ну, так. Кать, выходи замуж, сколько можно? Слушайте, для меня брак – это то, от чего я только недавно избавилась. Ну что, для меня это не достояние, знаете, какой-то невыигрыш судьбы. Я просто скучно та. Ну, пожалуйста, скажи цвет волос и название номера краски. Ребят, нет номера краски. Да что вы просто меня уже заколебали, правда. Когда приходишь к парикмахеру, тем более я, выходила с светлого тона волос, делается коктейль из нескольких номеров. Какую фирму конкретно в этот раз использовали, я без понятия просто. Прихожу во волосы, говорю, покрасьте в такой. Все. У меня нет ответа на ваш вопрос. Я не крашусь из одного тюбика номер 44 «Шоколад». Нет такого, поймите. Самара, привет. По-любому у тебя дочка будет, если у Юли столько мальчиков. Ну, я тоже, наверное, так думаю, да? Мы живем вместе. Недавно развелись с мужем, уже парень есть. Я развелась с мужем достаточно поздно. Парень у меня уже год как, а с мужем я не жила года два, даже три. Вот, поэтому такая хронология. Меня советует Apple. Я тоже очень довольна, но там единственное, берите побольше памяти, главное, чтобы было. Тогда вам будет удобно, если вы любите фотографировать и снимать видосы. Сколько весишь после праздников? Друзья, подарите мне весы хорошие. Вот вы все спрашиваете, а весы у меня сломались. Ответа нет. Поэтому с вас подарок. Кому интересно, сколько я вешу. Катя, где шубка купила? Купила шубку в магазине Фурс Меха, как же он называется. Я выкладывала пост. Да. Скоро еще выложу пост, где шубку купила. Просто смотрите мою ленту. Шубка вообще бодрая, если честно. Такую расцветку недавно для себя раскрыла. Когда покажешь всем своего мужчину? Попозже. Но покажу. Зачем убираешь треугольники на верхней губе? Не люблю их. Эти треугольники называются арка купидона. Вот эти вот штучки называются колонны фитрума. Вот так. Овладейте терминами. Фирма карандаша – это очень сложный вопрос. Да, сейчас довольна своей внешностью. Ну, умер карандаша – точно такой же сложный вопрос. Передаю Юле привет. Поздравляю с пополнением в семье. Юлечка, привет. Я вас поздравляю. Это вы про мою сестру или кому-то из ваших родственников? Так. Спой на украинском. Кстати, я тут отрыла. На украинском языке такой бомба трек в стиле рэп. Или как правильно. Я просто хочу его зачитать и выложить это в ленту. Но трек реально очень кочевый. Может быть, вы слышали. Алена, Алена, я залышаю сведим. Огонь просто. Тон карандаша, ребят, не знаю. Не потому что вредина паршивая. Просто не знаю. До конца маршрута осталось 300 метров. До конца маршрута осталось 300 метров. Так, Катя где шубу купила? Уже говорила. Скину пост. Я почти приехала, мои хорошие. Мои хорошие. Блин, не отвечайте в директе. Ответьте тут какой-то он волос. Я про тон волос уже просто скоро в истеричку превращусь. Пожалуйста, не задавайте этот вопрос. Нет номера краски. Нет номера и фирмы краски. Только коктейли. Из разных оттенков. Желаю вам дочурку. Спасибо большое. Какой красивый цвет. Спасибо большое. Вот, смотрите. Я вам покажу, поподробнее. Просто сейчас здесь искажается цвет. Ой, сколько сообщений снизу. Очень люблю своих племянников. Как же я вообще неадекватно отношусь. Я чужих детей не люблю. Просто даже иногда бесят меня жутко. Просто бесят. А племяшек своих обожаю. Но я еще раз повторюсь. Я не нянька. И сидеть с детками я не люблю. И меня к этому никогда не принудишь. Или не принудишь. Такая свежая умница. Все, мы уже приехали. Всем спасибо, кто были со мной. До свидания.